Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Делая первые шаги к воцерковлению новоначальных христианин, как ребенок, видит в церкви много нового, будь то убранство храма или богослужения, различные священнодействия или слова песнопений и молитв, язык которых ему совсем непонятен. Все это рождает множество вопросов, и с ними человек обращается к священникам или к знакомым, имеющим определенный церковный опыт. С некоторыми отдельными вопросами, касающимися православной веры, наши читатели смогут познакомиться благодаря книге, которая была составлена редакцией известного православного женского журнала «Славянка». Она вышла в свет в издательстве «Ковчег» и называется «Православие в вопросах и ответов старцев и святых отцов о церкви». В этой книге собраны советы старцев и святых отцов по самым важным вопросам, которые охватывают разные стороны жизни православного христианина. Все они подобраны в алфавитном порядке и представляют собой определенную духовную азбуку. В первой части представлены вопросы, которые касаются богослужения. Например, что такое литургия? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, составители книги обратились к настольной книге священнослужителя. Вот что там говорится. Таинство, таинство в Христовой Церкви, святейшее и таинственнейшее из церковных служб, песнь песней любви христианской. В Древней Церкви литургия сопровождалась общим лапзанием, лапзанием мира и носила название «Таинство собрания или общения». Мысль о всеобщем единении людей между собой через литургию раскрывается в Святоотеческих Писаниях. А святые отцы говорят нам, что без литургии нет христианства. Божественная литургия получила свое начало в установлении Господом Иисусом Христом таинства Евхаристии и в его заповеди о ее совершении. Начало литургии – Тайная вечеря Господа Иисуса Христа. Ее повторение в воспоминании Господа было основой и корнем литургии. Следующий вопрос касается вечернего богослужения и разъясняет, почему вечерняя является первой среди служб. Вечерняя, говорится в издании, является первой среди повседневных служб, потому что в церковной жизни день начинается с вечера, так как первому дню мира и началу существования человека предшествовала тьма, вечер, сумерки. На вечерней, как еврейском, так и христианском богослужении ярко выделяется изображение сотворения мира и человека. Кроме того, в православной церкви вечерней придано воспоминание о грехопадении людей и ожидаемом спасении через Иисуса Христа. По вечерней час совпадает со временем отхода ко сну, а сон напоминает о смерти, за которой последует воскресенье. Поэтому в православном богослужении на повечерии напоминается молящимся о пробуждении от вечного сна, то есть о воскресении. О том, какое значение в богослужении имеют псалмы, составители отвечают словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всем богослужении, составляют его основу, связывают Ветхий Завет с Новым. Ветхозаветное пение с Новозаветным, Пророческое с Апостольским и Святоотеческим. Часто у новоначальных христиан возникает и такой вопрос. Почему шестопсалмия читают при погашенных свечах? Вот что мы читаем на страницах данного издания. Шестопсалмием в православном богослужении принято называть шесть избранных псалмов, последовательно читаемых на утренне – третий, тридцать седьмой, шестьдесят второй, восемьдесят седьмой, сто второй и сто сорок второй. Суточный богослужебный круг, последовательность богослужений одного дня, делится на вечернюю и утреннюю. После грехопадения люди оказались в темноте безбожие, и это темное время в истории человечества представлено в православном богослужении вечерней. По окончании вечерней символически заканчивается ветхозаветное время, наступает новое, мир ждет пришествия Спасителя. Перед шестопсалмием об этом возвещает ангельское песнопение, которое слышали в ту ночь пастухи. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Само же шестопсалмия символически изображает состояние человечества, погруженного в духовную тьму перед приходом Спасителя мира. Свечи погашены, горящие лампады напоминают мерцание звезд той ночи, когда в вертепе родился Бога-младенец. Спаситель пришел на землю глубокой ночью, не как земной царь, а в образе раба. Он еще не вышел на свое общественное служение, храм погружен в полумрак, но он уже молится своему небесному Отцу о всем роде человеческом. В богослужении утренней этому соответствует середина шестопсалмия, когда после прочтения первых трех псалмов и малого словословия из алтаря выходит священник, символизирующий собой Христа. Становится лицом к алтарю, и при закрытых царских вратах читает 12 утренних молитв, освящая каждый час дня. При чтении шестопсалмия полагается стоять прямо и благоговейно, как бы предстоя самому Христу. Вторая часть книги называется «Грехи и страсти». Здесь собраны ответы святых отцов и старцев на следующие вопросы. Как избавиться от жадности? Как прогнать тоску? Что делать, если унываешь от осознания своих грехов? Что такое уныние и как с ним бороться? Какой грех самый тяжелый? Что вредит здоровью? Что будет, если всю жизнь не кается и не исповедоваться? Чем опасно лезть? Почему нельзя обижаться? И еще много других вопросов. Предлагаю вашему вниманию ответы на некоторые из них. Вот, например, на вопрос «Как прогнать тоску?» Отвечает схиегумен Иоанн Алексеев. «Память надо набивать чтением Святого Евангелия и творения святых отцов. Одним словом, чтобы ум не был праздным. Прежние события надо заменить другими мыслями, и постепенно прежние воспоминания вытеснят прочь, и тоскливость пройдет. В одном сердце два господина не могут жить вместе». На вопрос «Какой грех самый тяжелый?» составители дают ответ преподобного Анатолия Оптинского-старшего. Старец об этом говорит следующее. «Самый пагубный и тяжелый грех – это неверие. Если человек согрешит из-за своего несовершенства и покается, то Господь простит его скорее, чем когда он грешит неверием, потому что в этом случае человек восстает против самого Бога». О том, что вредит здоровью, говорит епископ Арсений Жадановский. «Сушат человека не только болезни, но и внутренние похоти плотские и страсти, например, зависть, гнев, обидчивость и тому подобное. Поэтому-то присмотритесь к себе. Отчего ты так худ и слаб здоровьем? Не вредит ли тебе внутренняя скверна?» Вот лишь несколько ответов на те многочисленные вопросы, которые необходимо знать православным христианам. Их вы найдете в этой книге. По словам Игумена Нектария Морозова, большинство людей сегодня не рождается в церкви, а приходит в нее уже в сознательном возрасте. Человек входит в новую, совершенно незнакомую для него еще церковную жизнь, жизнь чужую, которая, однако, обязательно должна стать своей. Проходить воцерковление может иногда быстро, иногда медленно, иногда легко, иногда с большими затруднениями. К сожалению, не минуемы на его пути и ошибки, и разочарования, и скорби. Избежать всего этого вполне нельзя, но помочь человеку, пришедшему в церковь, предложить ему ряд советов, совсем не лишних для него, прежде чем он твердо станет на ноги, можно. Этому важному делу воцерковление может послужить и эта книга. Дорогие друзья, а нам пришла сегодня пора прощаться. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok